Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Житель Тимиртау, который насмерть сбил девушку, через полгода после ДТП вышел на свободу. Водитель был лишен прав на два года за езду в нетрезвом виде за семь месяцев до трагедии. В Караганде женщина уронила свою двухлетнюю дочь в ванную, наполненную кипятком. Ребенок от полученных ожогов погиб на месте. Генеральный прокурор Казахстана Жакип Асанов раскритиковал работу государственных органов Карагандинской области и рассказал о тех, кто создает прессинг малому и среднему бизнесу. Самый главный прессинг, который идет, это не секрет. В этом виноваты правоохранительные органы, в том числе и прокуратура. Это уголовный прессинг. Житель Цимиртау, сбивший насмерть девушку, через полгода вышел на свободу. Родственники и друзья погибшей Виктории Бородиной не согласны с решением суда. Они также обнаружили нарушения в судебном разбирательстве, о которых рассказали нашему корреспонденту. Лариса Хусаинова с подробностями. Трагедия произошла на этом месте. Виктория уже почти перешла дорогу. Водитель сбил девушку на высокой скорости и протащил ее до середины перекрестка. 21-летняя Виктория Бродина за неделю до смерти окончила колледж и в день трагедии собирала документы на поступление в университет. Девушка мечтала стать химиком. Вика была разносторонним человеком. Занималась легкой атлетикой, футболом, играла на гитаре. Только после смерти мама, Любовь Бродина, узнала, что дочь еще писала стихи. Дни осени улетают с поздним опавшим листом. Часть меня они забирают, небо в ответ плачет дождем. И снова в давней разлуке хочется скорее повстречать эти забытые жизнью минуты и сначала их промотать. Подруги Виктории всячески поддерживают Любовь Михайловну и часто приходят в гости. Елена Богачева и Алина Иошина до сих пор не верят в то, что самого доброго и отзывчивого человека из их компании больше нет. Когда узнали, что это все случилось, вообще просто был глубокий шок. И до сих пор даже не верится, что это вот так вот все произошло. И очень хочется, чтобы наконец справедливость восторжествовала. Я считаю, что он виноват и он должен ответить за свой поступок. Он даже не раскаялся. То есть мы присутствовали на суде. У него в глазах, ну, как будто свойственно у него, как будто он каждый день людей сбивает. То есть он даже не попросил прощения. Авария произошла 7 июля 2016 года. Житель Тимиртау на полном ходу сбил 21-летнюю Викторию Бродину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Девушка от столкновения перелетела через машину, разбив лобовое стекло. А после зацепилась волосами за заднее колесо. По словам Любови Бродиной, водитель вместо того, чтобы оказать первую помощь, начал снимать номерной знак автомобиля, аргументировав это тем, что очевидцы снимали видео. И он не хотел, чтобы номера попали в кадр. Приехавшие на место аварии, врачи экстренно доставили пострадавшую девушку в центральную больницу. Но, несмотря на усилия врачей, от полученных травм Виктория скончалась. Судья принял дело по 346-й статье, но потом, когда мы пришли на заседание, уже была 345-я. Статья 346-я, она идет как лишенный прав. А 345-я, это получается, что он просто нарушил правила дорожного движения. И прокуратура не учла, что он был лишенный прав на два года. Он не имел права садиться за руль. В декабре 2016 года уже по другой статье водитель вышел на свободу. Также, по словам друзей погибшей, досудебное расследование должно было проводиться дознавателем. Но его проводил следователь. Сторона потерпевшей хотят разобраться, почему присутствуют такие явные нарушения. Они написали жалобу в прокуратуру Карагандинской области. А 14 февраля состоится суд. Мы будем следить за развитием событий. Лариса Хусейнова, Жаслав Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде женщина уронила свою двухлетнюю дочь в ванную, наполненную кипятком. Девочка страдала детским церебральным параличом. Ребенок от полученных ожогов погиб на месте. Трагически погибшая двухлетняя Диана Смогулова страдала детским церебральным параличом. К приезду правоохранительных органов девочка уже лежала в кровати мертвой. Мать пояснила, что нечаянно уронила ее в ванну, наполненную кипятком. Вместе с 43-летней матерью погибшей девочки живет сестра. Соседи про семью не могут сказать ничего хорошего. Знают их недавно. Здесь они снимают жилье. Наша съемочная группа отправилась в квартиру, где произошла трагедия. За дверью еще одна маленькая девочка сказала, что мамы нет дома. А после и вовсе перестала отвечать на вопросы. Однако нам удалось поговорить с соседями. Шинар каждый день гуляла с дочкой по два часа во дворе. На вид она как будто с психическими отклонениями. Мы с ними особо не общались. С ней живет еще ее сестра. Квартиру здесь они снимают. По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза. Только после этого будет известно, отчего наступила смерть. Лариса Хусынова, ЖКСОК Нурта, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Очередное ЧП на шахте угольного департамента Артелор Миттал-Симиртау. Несчастный случай на этот раз произошел на шахте имени Костенко. Один из горняков получил тяжелые травмы. Мужчину 1966 года рождения госпитализировали в реанимацию Центра травматологии и ортопедии имени Макожанова. Шахтер поступил в клинику с закрытым переломом позвоночника, разрывом почки и печени. Его доставили в медучреждение в тяжелом состоянии. Пациент Ахметов был доставлен ночью со среды на четверг с тяжелой травмой с производством. У него имеются переломы кости таза, тяжелые повреждения внутренних органов. Он был взят экстренно на операцию, прооперирован и находился в течение четырех суток в реанимации. Сейчас 51-летнего шахтера перевели в обычную палату. Его состояние врачи оценивают как стабильное. Однако сколько он еще пробудет в клинике, неизвестно. Травмы горняка достаточно серьезные. А в пресс-службе Арселор Миттал-Симиртау пояснили, что пока причину ЧП они назвать не могут. По данному факту начато служебное расследование. Комментировать о том, что произошло, я не могу, потому что в данный момент ведется расследование. Вот по завершению расследования мы можем вам дать, что явилось причиной данного случая. Напомним, это не единственный чрезвычайный случай, произошедший на шахтах за последние месяцы. Буквально на прошлой неделе мы сообщали о двух пострадавших горниках. Продолжается расследование по факту гибели четырех горников шахты Саранская, также принадлежащие Арселор Миттал-Симиртау. Подозреваемыми по делу проходит 16 должностных лиц предприятия. Айом Амрина Жасулама Кулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Самый главный прессинг, который идет на бизнес, это уголовный прессинг. В этом виноваты правоохранительные органы, в том числе прокуратура. Путь зарегистрировать уголовное дело и втянуть субъекты бизнеса в уголовный процесс. Такую преступную схему воздействия на предпринимателей раскрыл на расширенном заседании коллеги в Караганде генеральный прокурор страны Жакоб Асанов. Также по информации сотрудников его ведомства аналогичные схемы есть во всех госорганах шахтерского региона. Жесткой критике подверглись сотрудники службы экономических расследований Департамента государственных доходов области. По информации заместителя генерального прокурора Марата Ахмеджанова, бывшие финполовцы улучшали показатели своей работы, занимаясь приписками. Пал же предпринимательства мы поднимаем остро, потому что страдает очень много наших предпринимателей. Они даже вынуждены нарушать закон, потому что нет нормальной борьбы с теневой экономикой. Это позволяет им, видя, что кто-то за счет сверхприбыли идет и те, и другие нарушения. И поэтому здесь надо комплексно подходить. Также на заседании рассказали о внеплановых проверках, которым частенько подвергались начинающие бизнесмены. Основания для проверок, естественно, были. Однако нормы закона, по которым они проводились, давно устарели. И поэтому сегодня идет большая ревизия. Это все еще в свете требований главы государства. Сегодня, как он отметил, 61 проверяющих контролирующих органов. Из них, по таким подсчетам, 11 органов дублируют друг друга. То есть мы должны упорядочить. Некоторые, которые дублируют, их поставить на утрату. Те, которые мы говорим, абсурдные требования. Только ревизия двух министерств показала, что около 80% можно безболезненно убрать с проверочного листа. В свою очередь, гемпрокурор Жак Ипасанов отметил, что сотрудники государственных органов, так же, как и правоохранительных структур, должны быть заинтересованы в развитии предпринимательства. Ведь зачастую преступления совершаются безработными. А сейчас работа и тех, и других государственных служащих напоминает больше прессинг для извлечения собственной выгоды. И самый главный прессинг, который идет, это не секрет, в этом виноваты правоохранительные органы, в том числе и прокуратура, это уголовный прессинг. Самый лучший путь – зарегистрировать уголовное дело и вести, втянуть субъектов бизнеса в уголовный процесс. Кроме того же, Жак Ипасанов посоветовал первым руководителям не тратить время на перевоспитание взорвавшихся сотрудников, вредителей и антигероев лучше сразу увольнять, как делаю это я, подчеркнул генпрокурор. А Ямамрина Улжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Впервые за последние 30 лет в Караганде появится новый специализированный объект органов внутренних дел. Строительство здания управления внутренних дел Караганды будет сдано в эксплуатацию в текущем году. С ходом строительных работ в ходе рабочей поездки по Октябрьскому району ознакомился первый заместитель Акима Карагандинской области Ассалбек Дюсибаев. Первое здание возводится специально для органов внутренних дел. Впервые за последние три десятилетия. Это не раз было отмечено в областном департаменте внутренних дел. Первый заместитель Акима области проверил ход строительства специализированного кировского здания УВД в ходе рабочей поездки по Октябрьскому району. Новое здание управления внутренних дел будет не только соответствовать задачам по охране правопорядка, но и позволит во многом решить нужды жителей данного жилого массива. А именно здесь будут располагаться технические службы полиции, лаборатория, дежурные прокуроры, местная полицейская служба, миграционная полиция, отдел по борьбе с наркоманией и другие службы. Да, конечно, строительство нового здания – это, конечно, стимул для нашей казахстанской полиции. Это впервые в Караганинской области типовой проект, типовое здание строится. Надеюсь, здесь, как вы сами видите, все условия будут созданы для наших сотрудников. В дальнейшем это, наверное, и импульсом будет для раскрытия и профилактики преступления. Здание в три этажа имеет общую площадь порядка 60 тысяч квадратных метров. Генеральный подрядчик строительства заверил, что объект будет сдан в срок. В ДВД отмечают, что введение нового специализированного объекта позволит существенно оптимизировать работу специальных служб органов внутренних дел. Тем самым повысится эффективность борьбы с преступностью, значительно упростится процедура защиты населения. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Продолжаем выпуск. 11 февраля скоропостижно скончался Жандосов Серикпай Тимирбулатович, видный деятель Карагандинской области и Казахстана, руководитель инспекции связи и информатизации. Практически вся его трудовая жизнь была связана с телевидением. С 1976 года Серикпай Тимирбулатович работал осветителем на Карагандинском телецентре. Затем звукооператором. В начале 90-х создал и возглавил первый коммерческий телеканал Караганды «Камтек». Последние 13 лет возглавлял областную инспекцию связи и информатизации. Коллектив телерадиокомпании «Первый Карагандинский» выражает глубокие соболезнования родным и близким Жандосова Серикпаева Тимирбулатовича. Прощание состоится 14 февраля в мечети номер 1 в 11.00. АС состоится в Карагандинской областной центральной мечети в 13.00. Конституционные реформы – исторически значимые события на пути дальнейшего развития государства. Под таким лозунгом в Доме дружбы Караганды состоялся круглый стол с участием сотрудников Управления по развитию языков, преподавателей вузов и специалистов языковых центров. На заседании были обсуждены вопросы трехязычия и проблемы в освоении государственного языка. Участники круглого стола обсудили основные вопросы, озвученные в обращении главы государства по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти. Также спикеры затронули проблемы в сфере обучения государственному языку. По словам специалистов, в наших стандартах и типовых программах обучения есть недочеты. Например, то, что баллы ЕНТ по казахскому языку не учитываются при поступлении в вузы. «Мы не умаляем важность русского и английского языков, но при этом хотим отметить, что судьба казахского языка складывается, как судьба ребёнка-сироты. Нет чётких нормативов, которые бы обязывали граждан знать его». В этом году КАСТЭС должны пройти порядка 7 тысяч госслужащих. Однако уже сейчас известно, что некоторые государственные органы относятся пренебрежительно к тестированию. «Мы должны проводить обучение государственному языку согласно новому стандарту. Качество знаний прежде всего. Бывают такие случаи, когда сотрудники Управления развития языков, выезжая в регионы, не могут элементарно найти помещение для проведения тестирования». «Ни для кого не секрет, что изучение государственного языка хромает именно в Карагандинской области. Поэтому к этой проблеме нужно отнестись со всей серьёзностью, заявляют специалисты». Айем Амрина Улжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Справки о наличии или отсутствии судимости будут выдаваться по-новому. Уже во втором квартале текущего года граждане, ранее привлечённые к уголовной ответственности, судимость которых погашена или снята, будут получать справки с отметкой «судимости не имеет». Об этом, а также о криминогенной обстановке в нашем регионе рассказали сотрудники Управления правовой статистики и специальных учётов. В справку включены сведения о привлечении лица в качестве обвиняемого, осуждении, а также об освобождении от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям. Получив такой документ на руки, граждане зачастую не могут трудоустроиться, а со второго квартала текущего года в справке появятся серьёзные изменения. В прошедшем году в области зарегистрировано 62 ДТП со смертельным исходом. В результате наезда на пешеходов погибло 17 человек. По словам сотрудников Управления правовой статистики, криминогенная обстановка в области стабильная. Большинство преступлений совершено на территории шахтёрской столицы Тимиртау, Жасказгана и Шахтинска. Несовершеннолетними совершено 306 уголовных правонарушений. А.М. Амрина Андрей Тимофеев. Первый. Карагандинский. Клиника «Гиппократ» по-прежнему находится в авангарде от сечественной медицины. Высококвалифицированные специалисты предлагают лечение с применением современных аппаратов. Один из таких – стереотоксический аппарат «Супергамма-система» радиологического отделения. Он предназначен для лечения различных видов опухоли. На днях в клинике прошёл традиционный день открытых дверей. Радиологическое отделение клиники «Гиппократ» производит высококвалифицированное лечение онкологических заболеваний. С помощью новейшего стереотоксического аппарата «Супергамма-система» здесь лечат опухоли внутренних органов и головного мозга. Главная особенность – возможность получить лечение в амбулаторных условиях. На это не потребуется ни реанимации, ни реабилитации. Данный вид лечения возможно использовать как самостоятельный вид лечения или в сочетании с другими видами, такие как хирургия или химиотерапия. Для более эффективной борьбы с онкологией врачи советуют регулярно проходить специальное обследование для того, чтобы болезнь можно было обнаружить на ранних стадиях. Так как ранняя диагностика позволяет установить развитие заболевания на начальных этапах, что приведет к более качественному лечению. Если была проведена операция по поводу удаления доброкачественной опухоли в головном мозге, необходимо через два месяца после операции пройти МРТ-обследование головного мозга с контрастным усилением с целью исключения остаточной опухоли. Если диагностируется остаточная опухоль, то необходимо прийти на консультацию к врачу-радиологу, так как в большинстве случаев есть необходимость проведения лучевого лечения. На консультацию необходимо приходить с диском, на котором сохранены данные обследования магнитно-резонансным томографом или компьютерным томографом. А также необходимо иметь при себе все необходимые выписки из лечебного учреждения, где вы ранее проходили лечение. Во время проведения традиционного дня открытых дверей пациенты могли получить бесплатную консультацию, а также скидку на лечебные процедуры. Андрей Тент, Олеген Рашидов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Цирк Юрия Никулина вновь в Караганде. Артисты подготовили уникальную программу с множеством сюрпризов. Дрессированные львы, опасные акробатические трюки, смешные зверята и многое другое. Карагандинцы смогут посмотреть цирковую программу до 12 марта. Цирковая программа началась с выступления диких кошек. Львы с первых же минут сумели приковать к себе внимание маленьких зрителей. Игривые и рычащие звери с точностью выполняли все команды дрессировщиков. Тунгалако Сельбаева на протяжении 11 лет работает со львами. По словам дрессировщика, сложнее всего провести первое выступление в новом городе. Дикие кошки обладают превосходным обонянием и первое время должны привыкнуть к новым запахам публики и даже акустике. Работа, конечно, дрессура. Работа всегда была сложной в цирковом жанре именно дрессура. Любая дрессура с животными сложна. С хищниками явно подавно, сами понимаете, нужно большое внимание уделять к ним. Также они большее количество времени должны нас видеть. И, в общем, получается долгий, продолжительный, упорный труд. После устрашающих диких животных на арене появились крылатые циркачи. Попугаи катались на самокате, играли в баскетбол и даже показали акробатические номера под куполом цирка. Такое зрелище порадовало не только детей. Взрослые аплодировали и смеялись не меньше малышей. Какой же цирк без клоуна? Карагандинской публике продемонстрировали номера, которые заставляют смеяться всех без исключения. Кроме выступления клоуна, зрители порадовали рядом уникальных акробатических номеров. Некоторые из них не выполняют ни в одном другом цирке. Попугаи катались на самокате. Львы, попугаи, акробаты и ряд других увлекательных номеров никого не оставил равнодушными. Да и сам цирк вызвал море эмоций и у детей, и у родителей. Лариса Хусынова, Жексулы Кнурта, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Соболстар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова